В 1996 году семья Самохваловых из родного города Астрахани переехала в Шевченко на постоянное место жительства. До переезда около двух лет родители занимались поисками второго сына, который ушел из дома и не вернулся, но они оказались безрезультатными. Несколько лет назад Любовь похоронила и родителей, и брата, а вместе с ними и надежду найти единственного кровного родственника, второго старшего брата. Сейчас Любовь все так же проживает в Актау, у нее счастливая семья и четверо детей. Весть о том, что ее разыскивает родной человек, связь с которым она потеряла около 30 лет, потрясла не только ее, но и все ее окружение. Я искала, подавала запросы в Астрахань, но никаких ответов не было. Я уже подумала, что его и в живых нету, поэтому нету ответа никакого. Ну вот, потом вот так вот мне на работе позвонили. Два дня назад позвонили и просто мне спросили, вы, говорит, Любовь Владимировна? Я говорю, да. Они говорят, вам известен Самохвалов Анатолий? Я говорю, Владимирович? Они говорят, да. Я говорю, да, это мой брат. Я говорю, а что случилось? Нет, нет, говорит, ничего не случилось, просто, говорит, он вас нашел. Вообще он хочет сам сюда приехать с другом, друг его привезет. Но если не получится, сама поеду. На данный момент брат Любови Анатолий Самохвалов находится в центре по адаптации в Астрахани, так как получил серьезную травму во время аварии, в результате которой потерял зрение. Все эти годы он также занимался поисками своих родных, и последней его надеждой стало добровольное волонтерское движение «Лидер КИЗ», которое занимается поисками без вести пропавших людей. Со слов Давида Минникаева, руководителя движения, этот случай стал тоже уникальным, так как шансов объединить родных спустя 30 лет было очень мало. Однако желания Анатолия и усилия волонтеров, несмотря на неверные исходные данные, дали результат. Спустя месяц, наверное, поисков в интернете, в различных мессенджерах, у нас все-таки получилось найти данные, ну, не на брата, а на сестру родную. Столько результатов вышло в интернете, то, что есть и такой человек. Ну, уже впоследствии мы нашли телефонный номер, я с любовью созвонился, я ей начал объяснять, мне кажется, даже как-то по голосу она не поверила в это. Я в течение дня еще раз, несколько раз ей перезванивал, прежде чем позвонить Анатолию, сказать об этом, потому что я сам не верил, что, может быть, я перепутал, может быть, это не этот человек, но вечером Любовь и Анатолий созвонились, и это реально вот оказались брат с сестрой. Со слов руководителя волонтерского движения, им удалось осчастливить не только родных Самохваловых, воссоединив брата и сестру спустя 30 лет, но и помочь еще одному мужчине, гражданину Узбекистана. Долгое время он находился в больнице. Установить его личность удалось благодаря волонтерам из лидерки «Изет», которые нашли его родственников в соседней республике. Нужно отметить, что за недолгое существование волонтерского движения в Актау из 22 заявок о без вести пропавших людях 20 человек удалось найти.